Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала про росток и не только. И сегодня, помимо того, что мы с вами занимались рассадой, то есть пикировали, прищипывали и так далее и тому подобное, и вот еще за моей спиной видно вот эти вот приготовленные стаканы для пикировки и для перевалки, тем не менее, сегодня у меня внучка в гостях, и мы решили побаловаться сладеньким. Но что может быть вкуснее того, что приготовлено своими руками? И сегодня мы с вами будем готовить десерт. Десерт без выпечки. Всего у нас получается из раз, два, три, четырех ингредиентов. Что нам для этого нужно? Нам для этого нужно, сейчас я вот так вот опущу, что нам понадобится для нашей вкусняшечки. Нам понадобится шоколад. И мы взяли вот такой вот шоколад Бабаевский люкс. Его нам надо 350 грамм, поэтому вот три плиточки у нас по 100 грамм и плиточка, которую мы разделим пополам. Далее. Далее нам понадобится сгущенное молоко. Вот мы уже приготовили открыто. Его нужно нам 450 грамм, и в баночке получается его 380, значит целая банка. Ну и где-то посчитаем, сколько за второе взять. Далее нам нужны сегодня будут сухофрукты. Сухофрукты у нас хорошие, прям вот такие вот, смотрите, мягкие-мягкие, качественные. Это курага и вот такая вот слива. Вот такая вот слива. Тоже вот, смотрите, мягкая. Мягкая, чистая. Это мы взяли вот от такого производителя. Армянские фрукты. Производитель Семушка. Очень хорошие, очень качественные. Рекомендую. И нужно нам немножечко растительного масла для того, чтобы смазать форму, в которую мы будем выливать наш десерт. Да, вот так вот пока прищипнула, чтобы было уже приготовлено. Ну и, естественно, кастрюлю, в которой мы будем с вами все это разводить. Итак, берем кастрюльку с толстым дном, выливаем сюда, выливаем сюда сгущёночку. Итак, здесь у нас 380. Значит, нам надо 70 грамм. И будет у нас 450. Ну, думаю, наверное, вот так. Вот видите, вот как бы вот так. Так, откладываю в сторону. И теперь сюда мы будем добавлять шоколад. Пока в стороночку я это отодвину, чтобы нам не мешалось. Итак, шоколад. Шоколад нам неплохо было бы, конечно, измельчить. Можно его вот так вот поломать на долечки, да? Вот таким вот образом. Можно порезать его ножом. Ну, уже шоколадом-то пахнет вкусно, когда ломаешь его. Так. А пока ломаю, могу вот сразу сказать, что по сути начинка может быть любой. Если вы добавите орехи, любые, фундук, грецкий, арахис, то получится практически щербет. Есть, ну, скажем так, очень напоминающий десерт, напоминающий щербет. Единственное, что вот, допустим, я не люблю арахис. Фундук и грецкий было бы неплохо. Если вы добавите сухофрукты, ну, вот в нашем случае, это придающие такую кислинку, это тоже будет очень даже хорошо. Сливу. И ее мы порежем, конечно же, так вот, ну, как бы некрупно, да, помельче. Итак, сливу мы порезали, вот так вот, такими вот кусочками. Если сухофрукты у вас не очень чистые, если вы не уверены в их качестве, ну, наверное, в любом случае, их, конечно, следует промыть. А в некотором случае, если они уж совсем сухие, вот здесь вот сейчас дорежу, то, конечно же, и замочить, дабы быть уверены в том, что они у вас хорошего качества и чистые. Итак, и теперь приступаем мы к нарезанию кураги. Курага еще даже мягче, чем слива, получается у нас. Режем мы вот так вот достаточно, так вот, мелко. Вот если вот такая вот, допустим, да, ягодка, можно ее даже на три части, и потом вот так вот порезать. Ну, и режем дальше. Вот у нас порезана и курага, и, в общем-то, можно сказать, что все у нас приготовлено. Но, чтобы потом не отвлекаться на такие еще важные очень моменты, мы сейчас с вами промажем вот этот пергамент, да, вот чуть-чуть растительным маслом. Ну, это, чтобы легче у нас потом все отставало от краешков, от дна, ну, то есть от бумаги. Кто помнит, кто делал когда-то в детстве сахар варил с молоком или с водой, там тоже надо было обязательно вот эту процедуру совершать, да, то есть обязательно надо было формочку тоже промазать, не очень увлекаясь, но, тем не менее, чтобы это было у нас, как бы, видно, что промазаны и краешки, и донцы. Так, вот мы все с вами промазали, приготовили. Теперь мы это убираем в сторонку. И следующий этап. Итак, следующий этап. Так, мы поставили на огонь кастрюльку со сгущенным молоком и туда опускаем шоколад. И туда опускаем шоколад. И начинаем это все перемешивать. Перемешиваем, перемешиваем, и уже можно увидеть. Так, прибираю огонь на минимальный практически. И видно уже, что шоколад начинает растапливаться. Постоянно помешиваем, чтобы у нас ничего не пригорело. Вот уже такая красивая получается у нас масса замечательная. Уже очень так это аппетитно смотрится. Вот, посмотрите, у нас все растопилось до такой вот однородной массы. Вот так это уже не только выглядит, но и пахнет. Очень вкусно, очень здорово. Вот, все. Вот так вот размешивая, видим, что никаких комочков шоколада у нас здесь не осталось. Я уже сразу отключаю и смотрю, сколько мне надо добавить сливы и кураги. Пока сделаю вот так, половинку сливы и половинку кураги. И попробуем это опять размешать. Быстренько, пока все у нас такое вот горяченькое. С орехами будет смотреться эффектнее, потому что они будут там беленькие при разрезе. Ну, я думаю, что и здесь будет все замечательно. Так, наверное, все-таки вот сливы я еще добавлю чуть-чуть. Вот щепотку вот так сливы. Остаточки потом у нас, естественно, не пропадут, а съедятся. Так. Вот так вот мы это все вымешиваем, перемешиваем. И вот теперь мы это все тихонечко перемещаем в нашу формочку. Вот такая вот густая вкуснющая смесь получилась. Вот так ложечкой мы все-все-все-все соскребаем с краешков, со стеночек, с донышка. Итак, все мы выложили. Все-таки немножечко я прям лопаточку тоже обмахну в маслице. И вот так вот тихонечко все расправлю, чтобы у нас здесь все было вот так вот достаточно ровненько. Форму можно, конечно же, использовать любую. Так, прищепочки уже, конечно же, нам здесь не нужны. Все уже и так замечательно держится. Застывает все очень-очень быстро вот здесь. Но, тем не менее, мы это сейчас уберем в холодильник, накрыв пищевой пленкой. Итак, вот мы закрыли все пищевой пленочкой и отправляем в холодильник. Ну, где-то минут на 20-30. И потом посмотрим, что у нас получилось. Итак, режем дальше. Ну, здесь вот он уже как-то так получше застыл. Вот он, вот он. Вот здесь вот тоже. Это же котик. Ну, котик-то наш сластеный, да? Это уж точно. Так, ну что? Вот так вот мы режем на кусочки. Ой, нож, наверное, надо было другой брать. Ты в ожидании, да? Да. Да. Так аппетитно все, правда, выглядит прям. Так, ну что? Давайте мы вот отсюда, прям с краешку сейчас возьмем. Вот так. Вот так вот мы его подденем. О, какая же тут красота. Вот так. Вот такая вот у нас красота. Да. Вот такая вот у нас тут красота получилась. Вот такая вот у нас тут красота получилась. Ну что? Пробуем. И мы сейчас его попробуем. Так, ну вилочкой, конечно, его не очень удобно. Давайте мы вот так тогда его вот так вот разрежем. Вот так вот на кусочки. А вот тут вот сейчас курагу видно. Вот сейчас я тоже вот так вот ее покажу. Вот видите, там курага, да? Вот у меня тут два сластены уже в ожидании буквально, да? Да. Вот. Одной сластене и вердикт. Так, и второму сластене. И вердикт. Классно. Классно, вкусно. Так, ну что? Что напоминает? Что-то намного вкуснее щербета. Просто вау. Вкусно. Намного вкуснее щербета. Да. Что-то такое, как масляное, шоколадное, да? Очень такое нежное. Ягода придает, мне кажется, вот эту кислинку прям самое... Да, прям вкусное. Самое то. Сухофрукты это прям... Иначе было бы очень приторно. А вот оно дает такую вот пикантность. Очень-очень свежий щербет. Очень свежий щербет. И мягкий щербет. Ну вот такую вкуснятину мы сегодня приготовили к чаю. Так что можно делать различные вариации. Добавлять и сухофрукты разные, и орехи разные. Пить чай с родными. И пить чай кругу семьи. Ну что, если понравилось наше видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. Всего вам доброго! Странно, я ведь не люблю конфеты с черносливом и с курагой. Но вот это просто вот вау! Вкусно? Да. Бомба! Сто из десяти. Вкусно, я ведь не люблю конфеты с черносливом и сухофрукты.